Коллеги, напишите, слышно, видно, все хорошо в чат. Ну, да, можно поставить огонечек. Так, отлично. Информация о том, что меня слышно, есть, это уже хорошо. Коллеги, мы рады вас сегодня приветствовать на нашем вебинаре. Наш с вами вебинар посвящен новому релизу Axelot WMS X5. Это релиз 5.08. И мы хотим вам рассказать, что же у нас снова появилось в нашей системе. Вебинар для вас проведем. Я Ирина Жвакина, руководитель отдела продаж, и мой коллега Антон Дегтярев, аналитик департамента развития нашей компании, который непосредственно принимает участие в развитии системы. Ну, и, собственно, чуть-чуть про тайминг нашего вебинара. Я буквально в течение пары минуток, может быть, пяти, расскажу такую небольшую вводную. И, соответственно, мой коллега расскажет непосредственно про сам релиз, что там появилось. И мы также выделим минут 10-15 на то, чтобы ответить на вопросы, которые у вас появились. Ну, уже вопросы я вижу, что начинают проходить, и, в принципе, это очень хорошо. Прямо во время вебинара вы можете писать нам эти вопросы, и, соответственно, мы в конце на них ответим. Итак, если перейти к вводной части. Каждое программное обеспечение, которое внедряет тот или иной вендор, должно развиваться. В случае, если это программное обеспечение не развивается, в таком ключе, тогда это программное обеспечение перестает быть конкурентоспособным. И откуда же мы берем идеи и новый функционал для того, чтобы нашу систему развивать? В первую очередь мы берем эти идеи из пожеланий наших заказчиков, проекты, у которых мы выполняем в то время, которое проходит между одним релизом и следующим релизом, который мы выпускаем на нашем портале. Это непосредственно требования регуляторов, которые появляются от них. Это могут быть требования от честного знака, еще от каких-либо регуляторов. Ну, наверное, вы заметили основное большое требование, которое появилось, это маркировка на складах. И, соответственно, мы этот функционал включали в типовые релизы системы XO2 в MSX 5. И помимо всего вот этого, мы разрабатываем наиболее востребованный наш взгляд функционал системы и тоже включаем его в типовые релизы системы и выпускаем их для нашего рамка. Соответственно, все-все вот это мы подсобираем и выпускаем очередной релиз с определенной периодичностью. И, собственно, обычно мы, как я уже сказала, включали в типовые релизы то, что на наш взгляд требуется нашим заказчикам. Однако мы, наверное, не всегда можем отследить, является ли наше мнение требованием рынка. Поэтому мы сейчас проводим такие вебинары по нововведениям в нашей системе и хотим собрать обратную связь от вас, от наших заказчиков, от пользователей системы. Что же, на ваш взгляд, из того, о чем мы расскажем, либо из того, о чем мы не расскажем, но что происходит на ваших складах, вам бы хотелось видеть в типовом релизе системы. Соответственно, свои предложения, свои отзывы вы можете написать в чат вебинара либо в обратную связь с вопросами вебинара. Эти две кнопочки совсем рядом, сверху, справа. Вы можете написать нам на электронную почту, либо обсудить свои пожелания с менеджером компании Xilot, который у вас наверняка уже есть, сколько, скорее всего, вы все-таки являетесь пользователем нашей системы. Либо, если такого менеджера нет, то звоните нам, пишите, мы вам обязательно его назначим, и вы сможете свои пожелания рассказать. Но если вы хотите, соответственно, получить какую-то обратную связь сегодня, то обязательно пишите в чат, и мы, соответственно, на ваш вопрос постараемся ответить. Ну, либо, если у нас не получится сделать это сразу, то мы обязательно перезвоним, напишем и расскажем вам наш ответ. Так, ну, собственно, предлагаю перейти к самому интересному, и я передаю слово моему коллеге Антону, и он уже дальше расскажет и покажет, что же у нас есть в системе Xilot MSX-5, и пока что он это не по презентации, а непосредственно в самой системе, чтобы вам было интереснее и нагляднее. Антон, тебе слово. Да, собственно, всем доброе утро. Расскажу вкратце про структуру моего сегодняшнего рассказа. Значит, нововведений в текущем релизе достаточно много, потому что прошлый релиз 5.07 все-таки вышел довольно давно, это было в прошлом году, и мы решили построить структуру вебинара следующим образом. Часть нововведений будет мной объяснена сегодня, и часть будет рассказана в продолжении в следующем вебинаре, который будет также запланирован. С точки зрения структуры задач я расскажу про новые моменты, которые касаются именно настройки системы и ее администрирования, про вещи, которые связаны больше с какими-то задачами, которые решаются консультантами или администраторами системы на внедрении, то есть всякие там вещи, связанные с поиском и анализом ошибок, их исправлений и так далее. Расскажу про измененную функциональность мобильного клиента, которая появилась, и, собственно, про различные дополнительные сервисные штуки, типа там новых отчетов, механизмов печати этикеток и прочего. Вот, начнем, собственно, с того, что у нас связано с настройками. Сейчас я продемонстрирую свой экран, и, соответственно, скажите, насколько хорошо все видно. Вот. Ирина, видно? Скажем. Да, все видно. Полагаю, что... Да, вот, вижу, в чате сообщение, что все хорошо. Угу. Все. Отлично. Итак, приступим. Значит, первое интересное нововведение, о котором я бы хотел сказать, связано с доработанным механизмом планирования отбора. Появился новый способ исполнения, который называется не построчно, а по таблице потребности, который позволяет, собственно, по агрегированной таблице потребности выполнять планирование. С точки зрения бизнес-логики, здесь одно очень важное отличие. Этот способ исполнения позволяет теперь планировать отборы целыми миксованными палетами. Как это выглядит? К примеру, у нас есть заказ на отгрузку, потребность которого, соответственно, превышает либо равна остатку какого-то миксованного места хранения. И при исполнении планирования данным алгоритмом у нас, собственно, формируется задача на отбор места хранения, в запасах которого, в свою очередь, у нас находятся различные объекты. То есть, как мы видим, у нас задача на отбор сформировалась одна, но остаток у нее миксованный, и он, соответственно, потребности данного заказа подходит. При использовании данного типа алгоритма с непалетной кратностью, как бы бизнес-логика остается неизменной, но скорость планирования существенно возрастает. То есть мы проводили замеры, которые показали, что такой вариант планирования на однотипных стратегиях дает существенный прирост в скорости и уменьшает время планирования. Я думаю, что более подробно мы эти результаты тоже потом опубликуем, чтобы это было подкреплено какими-то точными цифрами. Вот. А с функциональной точки зрения, это достаточно такой вот интересный механизм получился, который, в принципе, ну, на мой взгляд, достаточно востребован, потому что ранее такой возможности не было, и планирование шло всегда по составу. То есть целиком мы целое место хранения спланировать не могли. Значит, следующий интересный пункт, о котором я бы хотел рассказать, он связан тоже и как с изменением настроек, так и с изменением работы. Он называется профиль системы. Значит, собственно, что это под собой несет? Появилась общая настройка, которая включает использование профилей настроек, и появился, собственно, справочник профилей настроек, который позволяет описать там текстово те или иные сценарии работы склада, которые мы там на этапе внедрения или использования системы предполагаем. И при использовании вот этой вот настройки все основные складские объекты, которые отвечают за исполнение какой-то логики, то бишь это подписки на события, это очереди задач, это алгоритмы планирования, в них появляется ссылка на вот этот профиль настроек. То есть по умолчанию профиль используется всегда, но если мы хотим, например, в случае там какой-то форс-мажорной ситуации, переполненности склада или чего-то еще, изменить логику работы нашей системы глобально, то мы привязываем какие-то конкретные алгоритмы, конкретные подписки, конкретные очереди задач, там, группировки, регламентные задания, ну, то есть практически все настроечные объекты к нужному профилю. И если у нас, собственно, на складе ситуация резко изменилась, то есть администратор просто заходит в настройки, меняет профиль системы, и после этого у нас система начинает работать по-другому. То есть все вот эти вот настроечные алгоритмы, они начинают исполняться в соответствии с текущим выбранным профилем. Вот. С точки зрения как бы бизнес-логики, это позволяет решить довольно много ситуаций. Это позволяет как-то перенаправить потоки и, в принципе, поменять логику, когда у нас происходит перетарг склада, когда приходит какое-то большое количество заявок, которые, например, нужно обработать, когда у нас какой-нибудь дефицит складских ресурсов и нужно каким-то иным способом распределять задачи по очередям. То есть, в принципе, спектр использования данного функционала, он достаточно большой, решается он, тем не менее, достаточно несложно и элегантно. То есть мы можем сменить текущий профиль и, соответственно, все настройки, которые с ним связаны, будут исполняться по новому сценарию. Значит, следующий механизм, о котором я бы хотел рассказать, он связан с работой с версионированием. Значит, ну, как известно, сам механизм истории данных платформенный, он появился достаточно давно, то есть, как бы, наверное, пару лет назад уже этот функционал на системе присутствовал, но не было возможности включать его через пользовательский интерфейс. То есть необходимо было через конфигуратор задавать логику версионирования тех или иных объектов, ну и, соответственно, менять именно саму конфигурацию, что было не очень удобно. В новом релизе появилось, собственно, отдельное рабочее место, которое позволяет настроить историю данных. Здесь отображаются все типы объектов, для которых эта история данных применима, причем именно с учетом специфики системы. То есть мы, например, не можем включить версионирование там для каких-нибудь остаточных регистров или прочего, потому что это не имеет никакого смысла, и это решается другими задачами. Вот. После того, как мы включаем версионирование для того или иного объекта, здесь как бы в качестве подсказки выводится количество связанных типов, которые связаны с этим объектом. То есть, например, сам заказ и план – это не только заказ, но и еще его строки, которые там являются, собственно, отдельным регистром, для которого версионирование отдельно включить нельзя, оно включается именно через родительскую сущность. После того, как мы включаем данную настройку, у нас в соответствующих объектах, в соответствующих типах появляется, собственно, вывод истории изменений, в котором мы те изменения, которые с заказом произошли, можем впоследствии увидеть, сравнить, перейти на предыдущую версию, ну, то есть, собственно, весь тот функционал, который и реализован в контексте истории. То есть, видим, что менялось, видим, кем менялось, можем сравнить какие-то две последние версии, вот две предыдущие версии, увидеть там то, что я сейчас сделал и так далее. В общем, сам механизм, как я уже говорил, новым не является, но интересен, собственно, с тем, что теперь мы можем управлять этим через пользовательский интерфейс и, соответственно, сделали его более явным и удобным для использования. Значит, следующий пункт, он связан с доработкой и улучшением юзабилити конструктора топологии, который представлен в нашем решении. Значит, ранее по какому сценарию у нас создавалась схема склада. То есть, нам нужно было сформировать какой-то отдельный стеллаж, описать его, собственно, полностью, сконфигурировать количество ячей, которые в нем находятся, зоны и прочее. Дальше нужно было этот стеллаж, собственно, копировать и у последующего стеллажа повышать его индекс. После того, как мы создали полностью всю нитку стеллажей в рамках одного проезда, мы уже могли этот проезд скопировать и дальше с помощью групповой обработки, собственно, изменить массовый индекс проезда. Но вот создание первого стеллажа, оно было таким достаточно трудоемким. То есть, приходилось вручную открывать каждый стеллаж и, соответственно, менять его индекс. Значит, сейчас появились дополнительные команды, которые позволяют формировать объекты с автоматическим увлечением индекса с тем или иным направлением. То есть, это вот эти вот кнопочки добавить вниз, добавить вверх, влево, вправо, которые, по сути, просто автоматом делают то, что раньше делалось вручную и позволяют сразу создавать стеллажи с повышением индекса на одну единицу. Ну, и делать это можно в любую сторону, собственно, как это там реальным складом обусловлено. Дальнейшая обработка, собственно, происходит по той же схеме. То есть, там, групповое изменение стеллажей, групповое изменение конфигурации стеллажей. Вот. Ну, первоначальное задание создание, точнее, существенно теперь оптимизированным. Также интересный момент, который связан с вот этим вот редактором топологии, он заключается в так называемых тепловых картах. То есть, теперь у нас есть возможность на схеме склада визуальной в запасах не просто увидеть там заполненные ячейки каким-то цветом, но и, собственно, построить тепловую карту по различным критериям. Здесь в настройке выводится легенда, то есть, мы понимаем, в каком стеллаже у нас находится негодный товар, в котором находится ограниченно годный, ну, и, собственно, критериев вот этой вот раскраски, раскраски их несколько. То есть, это состояние ячеек, это состояние вложенных в них мест хранения, состояние партий, соответственно, там заблокированные, не заблокированные данные по срокам годности, где есть просроченный товар, ну, и, собственно, данные по самой базовой заполненности в том виде, как она была раньше. Вот, но это как бы с точки зрения отчетности. Плюс есть возможность задать автообновление для этой схемы склада, то есть, условно, вывести это там администратору на какой-то отдельный монитор, где бы он визуально в режиме реального времени видел, как меняется что-то с точки зрения там заполненности ячейка и прочего. Значит, следующий момент, о котором я бы хотел рассказать, он касается скорее восстановления каких-то ошибочно сделанных действий. То есть, опишу с точки зрения бизнес-логики. Если, к примеру, там, сотрудник склада по ошибке или по какой-то иной причине случайно обнулил остатки ячейки, какого бы размера она ни была, то ранее какого-то быстрого способа восстановить остатки не было. То есть, приходилось выполнять полностью инвентаризацию либо каким-то образом там выполнять ввод остатков, заполняя его из табличного документа, что, в принципе, требовало определенных сил и компетенции. Сейчас появился такой администраторский функционал, который позволяет автоматам заполнить как бы новую инвентаризацию по данным ошибочной выполненной инвентаризации. Сейчас продемонстрирую, как это выглядит. к примеру, исполнитель списал какой-то остаток из ячейки и ее обнулил тем или иным видом. После того, как соответственно, посмотрим, после того, как сотрудник это действие сделал, мы можем скопировать эту задачу и заполнить ее на основании текущей. Сейчас я вам покажу полностью, как это делается. Например, у нас есть ячейка 1,3,2,1. Мы через ручное создание задач формируем по ней пересчет. Видим, что на ней есть какие-то остатки. и обнуляем ее. Дальше, если мы хотим вернуть это обратно, мы можем создать эту задачу копированием предыдущей и после ее активации вызвать команду заполнить по текущей задаче. Вот здесь вот. Ну и, соответственно, после того, как это действие будет сделано, наши плановые остатки заполнятся тем, что было ранее списано, и, соответственно, сотрудник может их подкорректировать либо сделать какие-то дополнительные действия с ними. Вот это очень удобно делать в том числе на каких-то крупных ячейках. То есть, например, вот если у нас была какая-нибудь ячейка приемки, которая была обнулена, то сотрудник там вот остатки были списаны, вот остатки были восстановлены. Вот, соответственно, они были списаны. То есть, это позволяет из одной задачи достаточно быстро создать другую и исправить то действие, которое было выполнено. Значит, для того, чтобы такого не допустить, в принципе, тоже появилась достаточно интересная проверка, которая, в принципе, блокирует те или иные типы ячеек от пересчета, чтобы, например, какие-нибудь там безразмерные ячейки приемки и отгрузки, обычно рядовой сотрудник пересчитать не смог. Данная настройка находится в типе мест хранения и, соответственно, называется запрещена инвентаризация. При ее включении сотрудник получает соответствующее предупреждение на мобильном клиенте или при попытке пересчитать такую ячейку использовательского интерфейса. Соответственно, ее пересчет будет полностью исключен. Далее еще одним интересным механизмом, о котором мы, собственно, говорили достаточно давно и который, в принципе, тоже был реализован довольно давно и на ряде проектов использовался, является механизм свертки и очистки служебных данных. То есть сейчас этот механизм полностью протестирован и включен в грядущий релиз 5.08 и, собственно, вкратце я о нем расскажу. Значит, что из себя это включает? Есть набор констант. Сейчас. Я их быстренько найду. Поиск, поиск, поиск. свертка данных. Настройки называются, собственно, глубина хранения аналитических данных. Здесь речь идет про регистры полных остатков и выработки. глубина хранения основных данных, то есть это остатки, документы, задачи и, соответственно, регистры движений. И служебные данные. Это различные очереди обработчиков, очереди событий, всякие операции с местами хранения и прочее. Ну и, собственно, есть настройка, которая регулирует создание или, точнее, удаление либо неудаление мест хранения, которые при этой свертке выполняются. соответственно, есть три регламентных задания, каждый из которых выполняет соответствующую очистку. Мы для них можем также настроить свое расписание, которое бы выполняло то или иное действие. То есть, очистка устаревших данных, очистка аналитических данных и очистка служебных данных. Что происходит при исполнении подобной очистки? покажу на примере какого-нибудь одного регистра, потому что, в принципе, логика работы она похожа. Мы находим те объекты, которые у нас попадают в период очистки, то есть старые, формируем по ним какие-то общие обороты и, соответственно, по данным оборотам формируем одну общую запись с эгрегирующим количеством. Сейчас покажу. То есть, к примеру, если у нас были какие-то приходы несколькими задачами пересчета за период, который у нас попал в период удаления, то мы эти задачи удаляем, записи, связанные с этими движениями, удаляем и формируем одну общую запись, которую вешаем на служебный регистратор ввод остатков. Он как бы без номера нужен просто потому, что в этом регистре нужен регистратор. И, соответственно, все суммарные движения за удаленный период по тому или иному МХ и УХ, они будут сгруппированы и, соответственно, на одной записи фигурировать. Аналогичная ситуация применяется к различным регистрам заполненности, истории движения, местохранения и прочих. Это, собственно, так называемая свертка. То есть тут мы не просто удаляем какие-то старые данные, но и группируем их по периоду, чтобы у нас, соответственно, не съехала статистика и могла формироваться какая-то отчетность. Но в ней уже при этом будет отсутствовать ссылка на конкретный регистратор, который был у нас в дальнейшем. Но баланс при этом будет правильный. Если мы говорим про служебные регистры, типа очереди, там, события обработчиков, то как бы оборотов по ним, естественно, никаких нету, ценности эти записи прошлых периодов никакой не составляют. Там записи будут просто срезаны в зависимости от того периода, который мы установили. Ну и под аналитическими данными имеются в виду, собственно, регистры, которые у нас предназначены для построения отчетности за старые периоды для формирования отчетов на дату. То есть это запасы полные движения, но здесь у меня на этой базе эта опция отключена. Собственно, просто покажу вам, как эти регистры выглядят. И запасы полные по месяцам. То есть это, соответственно, то, что включается отдельной функциональной опцией по формированию аналитической отчетности. Вот. Соответственно, при очистке учитываются только документы и задачи в терминальных статусах. То есть если у нас есть там какой-то заказ, который еще активен, но при этом попадает в этот период, он, естественно, удален не будет. То есть это только отгруженные, принятые, отмененные документы и связанные с ними задачи. Вот. Соответственно, вкратце, как бы, вот, работа этого механизма выглядит следующим образом. Дальше расскажу тоже про небольшое нововведение, которое, на мой взгляд, довольно интересное и удобное. Значит, в системе существует возможность печати этикеток в формате ZPL, ну и, соответственно, справочники, ой, справочники макеты этикеток, мы можем выбрать, собственно, тип макета. Но этот функционал был всегда, здесь как бы ничего нового нет. Появилось две интересных доработки. Первое – это возможность формирования динамического кода ZPL в зависимости от строк состава, которые фигурируют в нашем объекте. То есть, например, у нас есть какое-то место хранения, в котором есть остаток, и мы хотим данные по остатку этого места хранения вытащить в макет ZPL. То есть, получается, что как бы заранее структура макета, которая раньше была жестко определена, не подойдет, потому что количество строк и отступа между ними, они, соответственно, могут различаться в зависимости от того, сколько, собственно, объектов хранения у нас есть. Появилась теперь настройка печатать состав, которая позволяет настроить, собственно, автоматические смещения для каждого объекта. То есть, здесь появляются как бы три объекта, которыми мы можем через формирование кода ZPL управлять. Это, собственно, шапка этикетки, это строка, где как раз мы можем формировать динамически несколько каких-то строчек. И подвал. Ну, то есть, подразумевается, что как бы здесь у нас каждая последующая строка будет со смещением относительно предыдущей. Подвал, соответственно, по умолчанию смещается относительно нижней строки. И второй момент, который у нас появился, это, соответственно, возможность просмотра, предпросмотра вот этой вот этикетки, которая у нас есть, непосредственно из интерфейса 1С без использования каких-то внешних редакторов. Здесь появился предпросмотр ZPL, выбираем объект, который мы хотим посмотреть, и показываем этикетку. Соответственно, здесь используется API-сервис Laborly.com, через который, в принципе, раньше это тоже можно было показывать, точнее просматривать. Но сейчас такая возможность появилась непосредственно внутри системы. Ну и, соответственно, вот как раз у нас есть две строки, каждая смещается относительно предыдущей там на ту или иную величину. Если мы это изменим, то, соответственно, вот отступ изменился. Вот. Это как бы нововведение не сильно большое, но при этом формирование этикеток в ZPL, оно, на мой взгляд, тоже существенно облегчит и позволит решать те задачи, которые ранее мы решать с ZPL не могли, могли решать только с PDF. Итак, следующий механизм, в принципе, тоже является, наверное, служебным и интересным с точки зрения первоначального запуска системы в эксплуатацию и ее последующего тиражирования, он заключается в стандартизованной загрузке остатков. То есть, раньше мы использовали различные внешние обработки под специфику того или иного проекта, которые позволяли эти остатки в том или ином виде загрузить. Сейчас мы постарались максимально все эти требования учесть и сделали, собственно, типовой механизм, который теперь будет входить в состав релиза. Он может загружать данные из файлов трех типов, то есть, это загрузка из Excel. Собственно, мы можем сгенерировать здесь шаблон, который впоследствии будет сохранен и заполнен. Это загрузка из XML-структуры. Ну, собственно, состав полей и данные он одинаковый, просто по-разному он оборачивается. Или можем использовать JSON тоже для загрузки. Как происходит сама логика? То есть, выбирается какой-то исходный файл, с которым мы хотим поработать, и здесь мы выбираем, собственно, все критерии, по которым мы ищем наши данные. То есть, поиск по наименованию, по коду, по артикулу, по уиду, если такое используется. Можем создавать отсюда партии, можем создавать отсюда какие-то вложенные места хранения. То есть, если, например, у нас в исходных данных палеты не представлены, а у нас палетное хранение, мы можем там как-то по шаблону эти данные генерировать. читаем данные из файла, видим здесь, что у нас заполняется, и тоже еще один интересный момент, команда подготовить данные, она, по сути, еще выполняет функцию конвертации. То есть, так как у нас в системе идет разделение интеграционных справочников от складских, то мы исходим из того, что в исходных данных у нас будут именно интеграционные объекты, то есть, например, номенклатура, характеристика, там, контрагенты, организация. И перед тем, как эти остатки грузить, мы, по сути, выполняем еще и конвертацию для несконвертированных объектов в соответствии с теми правилами, которые настроены. То есть, если, например, у нас ведется логика, учитывается, точнее, логика создания как пара номенклатуры плюс характеристика, то мы при подготовке сразу генерируем новый объект хранения, который будет из номенклатуры и характеристики состоять. Собственно, все эти данные заполняются, и после того, как мы нажимаем на команду загрузить, у нас на каждое место хранения формируется задача пересчета с типом его достатков, который, соответственно, записывает тот остаток, который у нас был в файле. Вот. Соответственно, ну, как я уже говорил, структуры файлов могут быть разные, но дальнейшая логика обработки, она, в принципе, не отличается. Итак, следующий механизм, в принципе, пока мы идем по задачам, которые, на мой взгляд, такие более сервисные, а не функциональные. Вот, Ирин, кстати, когда время начнет истекать, ты меня вовремя останови, потому что, как я уже говорил, мы планировали разделить это все на два вебинара, и все задачи, которые по плану отмечены, за сегодня мы точно не успеем. Вот, так что, жду от тебя обратной связи. Я постараюсь, но ты тоже сильно долго на каждом моменте не останавливайся, наверное. Я думаю, что слушатели задут подробный вопрос, если им будет интересно подробно. Ну, ты скажи просто, сколько времени еще есть, чтобы я в зависимости от этого сказал. Я думаю, минуток 10-15 у тебя есть, если примерно так. Все, отлично. Окей, значит, следующая настройка, точнее, следующая доработка, тоже, в принципе, была у нами сделана для внутреннего использования достаточно давно, где-то около года назад. Сейчас она также войдет в состав релиза и может быть использована уже всеми на своих проектах. Эта обработка, собственно, называется обмен настройками. Она реализует две задачи. Первая, это, собственно, перенос настроек из одной базы в другую, без необходимости какого-то ручного изменения данных. И второе, это формирование какого-то файла с эталонными настройками, которые мы, например, можем сгенерить при запуске системы в промышленную эксплуатацию и впоследствии с ним сверяться, если эти настройки будут там кем-то изменены по той или иной причине, чтобы понять, какие изменения вообще в структуру вносились. Обмен может выполняться как в разрезе профиля, о котором я уже ранее говорил, так и в разрезе, собственно, всех настроек, которые есть в системе. Здесь логика следующая. То есть вначале мы заполняем по команде перезаполнить всеми объектами метаданных, которые представлены в системе. Здесь, соответственно, используют только настроечные справочники и объекты, то есть ничего лишнего сюда не попадает. И далее мы можем соответственно открыть тот или иной объект и выбрать конкретно либо все объекты данного типа, например, модели учета, либо, соответственно, какие-то конкретные объекты, которые мы хотим выгрузить. После того, как мы это сделали, мы жмем на кнопку выгрузить в XML и у нас, соответственно, формируется XML-ка, в которой описаны все вот эти вот настройки. Если сама настройка несет в себе ссылку на какой-то другой объект, то выгружается ее UID и, соответственно, отдельно выгружается массив с теми объектами, на которые ссылаются собственно наши основные объекты. Это нужно будет для автоматического или полуавтоматического маппинга уже на стороне загружаемой системы. Соответственно, как дальше происходит работа с загрузкой? То есть сформировали мы вот этот XML, ну, собственно, он у меня уже сформирован, поэтому сейчас повторно выгружать не буду. И хотим мы эту настройку загрузить либо в другую базу, либо загрузить в нашу. Переходим здесь в режим загрузки, прочитать из XML и находим этот файл. Обрабатывается. Здесь, соответственно, мы видим те объекты, которые у нас были загружены. Соответственно, если никаких изменений нету, то мы понимаем, что, соответственно, никакие объекты наши не менялись. Сейчас продемонстрирую с изменениями, как это будет выглядеть. То есть в таком виде мы понимаем, что все, что было в файле, это все соответствует один к одному тому, что было в базе. Находим наш справочник модели учета. Ну и там что-то меняем в наименовании, меняем что-нибудь в настройках, ставим пометку на удаление. Заново читаем эту же XML, видим изменения. То есть желтым отображаются те объекты, которые были в файле изменены. Красненьким отображались те объекты, которые есть в системе, но в файле отсутствуют, то есть они бы пометились на удаление после этого действия. И зелеными бы отображались объекты, которые наоборот в системе присутствуют. Ну, сейчас тоже продемонстрирую. Как бы это выглядело. То есть вот я создал новый объект, которого в структуре настроек уже нет. Считаю этот файлик еще раз. Вот, то есть мы видим, что текущее значение у нас есть, в файле такого объекта у нас нет. Если мы, соответственно, этот файлик обработаем, то наш объект будет помечен на удаление. И для тех объектов, которые отмечены желтыми, мы можем, опять же, здесь также подсвечиваются те настройки, которые были изменены. То есть можем увидеть, какое значение у нас было в файле и можем увидеть, какое у нас значение текущее, ну, и те реквизиты, которые у нас очищаются. При переносе, то есть я вам сейчас показываю как бы на примере одной базы, при переносе из одной базы в другую используется еще в соответствии объектов, которая позволяет как раз вот ссылочные объекты друг к другу сопоставить. То есть так как в моем случае все ссылки найдены, я здесь вижу, что в файле у меня используется там, например, тип места хранения представления евро и ему соответствует аналогичная настройка в моей базе получателя. Поиск сначала идет по идентификатору, то есть если, например, в базах идентификатора совпадают каких-нибудь служебных объектов, то он найдется без проблем по уидам. Если идентификаторы не совпадают, то будет сначала проведен поиск по наименованию, то есть, например, там какой-нибудь тип места хранения европалета, который называется одинаково, просто с разным айдишником. Если по наименованию найти мы объект не смогли, то, соответственно, он будет отображаться здесь в списке несопоставленных. Вот. Ну, у меня он сопоставлен, поэтому список этот показывает ничего. И перед загрузкой надо будет вручную сделать вот это вот сопоставление для того, чтобы связать это. То есть, например, в базе источники у нас модель учета ссылается на одну стратегию, а в базе получателя модель источника, ой, модель учета ссылается на другую стратегию, ну, которую мы хотим, собственно, подменить. То есть, здесь мы можем это все перед загрузкой сделать и настройки таким образом перемести, перенести. Так. Дальше, собственно, расскажу про небольшую функциональную задачу, которая тоже облегчает немного работу системой, ну, по большей части администратором или внедренцем. Появился новый отчет, который называется «История событий». Сейчас покажу на примере какого-нибудь более другого объекта, в котором он может быть сформирован. Секунду. Он показывает все связанные с этим объектом произошедшие складские события и позволяет увидеть какие-то взаимосвязи между произошедшими событиями и источниками. А что ж такое? Ладно, если не смогу найти, тогда придется создать что-то по событию, чтобы показать. А, понятно, почему он мне ничего не выводит, потому что я запускал перед этим очистку данных. Сейчас, секундам. Запущу обработку новых событий, чтобы на примере каких-нибудь свежих документов продемонстрировать, как это работает. так, смотрим. Вот, заказ изменил свой статус по подписке и в отчете «История событий» мы видим, что было запущено событие, собственно, которое изменило статус этого заказа. Можем отсюда перейти к этому обработчику, можем отсюда перейти к этому событию самому, посмотреть его настройки и так далее. Также с помощью вот этого отчета мы можем посмотреть, собственно, чем, каким обработчиком был порожден тот или иной объект, то есть, например, если у нас по подписке создалась задача и, соответственно, сделать какие-то анализы или изменения. вот, ну, да, лучше посмотреть на примере вот этого объекта. Доступно это с правами разработчика и с полными правами, то есть, соответственно, обычные пользователи доступ к этому отчету иметь не будут. так, и, наверное, последняя доработка на сегодняшний день, про которую я расскажу, прежде чем мы перейдем к вопросам, она касается доработанных новых типов алгоритмов планирования размещения. Вот, а на следующем вебинаре как раз покажу нововведения, которые связаны в том числе с мобильным клиентом и прочие доработки. Значит, открываем справочник алгоритмов размещения и, собственно, смотрим на новые три типа, которые у нас появились. Значит, первым новым типом является способ ручной размещения. Суть у этого алгоритма следующая. Ранее, например, при планировании размещения целого места хранения по составу у нас была следующая особенность, что если мы не смогли спланировать что-то из состава данного места хранения, то мы отменяли все ранее созданные задачи. Исходя из того, что если не спланировалось что-то, то корректно мы эту задачу все равно выполнить не сможем. И для того, чтобы привлечь внимание администратора системы, мы всегда можем собственно все это дело отменить. сейчас, так как это все-таки не всегда было удобным решением, с помощью вот этого типа алгоритма ручное размещение, которое мы можем разместить в конце алгоритмов, которые используются в стратегии планирования, мы можем гарантировать то, что любое место хранения, даже с какими-то отсутствующими настройками зоны отбора, еще чего-нибудь, если у нас используется типа алгоритмов зоны отбора, что оно будет всегда спланировано. Просто в конечной задаче у сотрудника будет отсутствовать адресация или будет присутствовать только зона. То есть, если мы, например, здесь указываем какую-то конкретную зону, то алгоритм с типом ручного размещения, он по сути просто создав перемещение в эту зону соответствующей кратности. То есть, либо палетный, либо коробочный, либо штучный в зависимости от настроек. Ну и, соответственно, далее уже там сам пользователь примет решение, куда это дело разместить. Следующим новым типом алгоритма является тип алгоритма, который называется допланировать при выполнении задачи. Раньше, в принципе, такой функционал у нас использовался, но он был сделан немного иначе и менее гибко. То есть, вот эта вот настройка планировать ячейку либо сразу, либо при выполнении, она сдавалась не в алгоритме, а она сдавалась в подписке на события, которая, собственно, выполняла планирование этого размещения. Что не позволяло, например, в рамках одной подписки для разных каких-то условий использовать либо создание задачи с заполненной конечной адресацией, либо, соответственно, с динамическим заполнением при исполнении. Сейчас это происходит немного проще. То есть, мы заранее в алгоритме определяем, что этот алгоритм будет формировать просто задачу бесконечной адресации и помечаем эту задачу, ну, собственно, в отдельном регистре эта информация хранится как задачу, которую необходимо при получении допланировать. Когда сотрудник на мобильном клиенте получает данную задачу, то, соответственно, система сразу выполняет допланирование по всем алгоритмам этой стратегии, кроме типов допланирования, ну, потому что мы понимаем, что это уже полноценное планирование, когда такие алгоритмы надо исключить. И, соответственно, та адресация, которая у нас была, задача заполнена, сразу выдается пользоваться на мобильный клиент. И, собственно, третьим уже абсолютно новым алгоритмом является алгоритм с типом пополнения в зону объекта хранения. Здесь логика следующая. При исполнении такого типа алгоритма мы для каждого объекта хранения анализируем, собственно, его настройки, которые указаны в регистре зоны объекта хранения. В первую очередь это настройки, которые связаны с параметром пополнения, то есть мин-макс в количестве упаковок и, соответственно, в количестве палет. То есть речь идет по вот этих значениях. Соответственно, когда у нас исполняется алгоритм с данным типом, он получает зоны данного объекта хранения из этого регистра, сравнивает текущие, собственно, остатки по этим товарам в этих зонах с нормативными значениями и при необходимости делает пополнение. Если, например, у нас остаток уже превышен, то мы, соответственно, из этого планирования выходим и переходим к следующему алгоритму стратегии. Данный тип может использоваться для всех кратностей, то есть для палетного пополнения, для коробочного и для штучного. В соответствии с типом кратности, который у нас выбран в настройках, соответственно, мы определяем и анализируем либо эти настройки палетного пополнения, либо настройки штучного пополнения. Если говорить про складскую задачу, это позволяет решить следующее. То есть, к примеру, у нас выделенный первый ярус под зону отбора и есть зона хранения. Мы понимаем, что в зоне отбора у нас должно размещаться не более двух палет. И вот к нам приходит новая поставка, соответственно, при этом в зоне хранения этого товара нету, в зоне отбора этого товара нету. Нам, конечно, выгоднее сразу поставить этот товар в зону отбора, минув размещение в зону хранения и последующее пополнение, но при этом должны срабатывать ограничители. То есть, если бы вот этой настройки не было и первым стратегией у нас было бы просто размещение в зону отбора, то мы бы там условно всю поставку из 30 палет в зону отбора поставили. При использовании такого типа алгоритма мы можем именно контролировать максимум по продукции, которую необходимо там держать. Но, естественно, это нужно использовать только для тех товаров, по которым строгого FIFO нету, иначе у нас может быть ситуация, что в хранении товар есть, а мы его напрямую из размещения пополнили в зону отбора. Ну, либо немножко модифицировать алгоритм произвольным образом, чтобы он при планировании учитывал наличие остатков хранения. Вот, в принципе, половину, наверное, из заявленных именно интересных таких вот вещей, про которые стоит рассказывать, я рассказал. Продолжим мы на следующем вебинаре. Вот, но как бы имейте в виду, что рассказываю я только про те моменты, которые, ну, на мой взгляд, требуют какого-то отдельного освещения. В принципе, полный список изменений, он будет доступен, когда мы выложим релиз на сайт. Думаю, что это будет в ближайшее время. Многие задачи просто достаточно простые, там из описания будет и так понятно, что подразумевалось. Вот, та про наиболее сложное или интересное я, соответственно, продолжу на следующем вебинаре. Вот, спасибо за внимание. Давайте тогда перейдем к секции вопросов.